Здравствуйте! В эфире программа дебата открытого общества и с вами я, ее ведущая, Алтанай Джумашева, региональный координатор Международной образовательной ассоциации дебатов Центральной Азии. Дебаты открытого общества в сентябре 2013 года поменяла свой формат. Теперь дебатеры участвуют в формате американских парламентских дебатов. Несмотря на новый сезон, по-прежнему вы, телезрители, решаете, кто победит в сегодняшнем дебатном раунде. Разрешите мне представить команды, которые сегодня будут для вас разбирать по полочкам, по аргументам актуальную тему. Сегодня команда правительства состоит из студентов Американского университета Центральной Азии Тагая Алимбаев и Марлен Алишев. Команда оппозиции сегодня состоит из студентов Кыргызской государственной медицинской академии Борубек Кудаяров и Али Политаев. Именно из этих двух команд вам выбирать победителей сегодняшнего дебатного раунда. А сделать это можно, отправив короткое сообщение с кодом команды на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда правительства Американского университета Центральной Азии, отправьте короткое сообщение с кодом 0-1 на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда оппозиции Кыргызской государственной медицинской академии, отправьте короткое сообщение с кодом 0-3 на номер 3535. Уважаемые телезрители, иногда после дебатного раунда у вас остаются вопросы. Ответить на них могут специально приглашенные судьи нашего дебатного раунда. Разрешите мне их представить. Постоянный судья нашей телепередачи, координатор Бишкекского дебатного центра Бек Султан Рустамов. Чемпион по дебатам Кыргызстана Бояр Жумашев. Координатор фонда поддержки молодежных инициатив фонда Сорос Кыргызстан Эльвира Калмурзаева. А следить за тем, чтобы все спикеры соблюдали равный временной регламент, будет таймкипер нашей телепередачи Перезат Джапарова. Уважаемые телезрители, наша страна долгое время ищет свой путь развития, свой путь к высшему благу. И очень важна форма, в которой будет существовать наше государство. Поэтому дебатеры хотят обсудить следующую тему. Эта палата считает, что парламентская форма правления не оправдала своих надежд. А для произнесения своей первой конструктивной речи приглашается премьер-министр. Ваше время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены между приветствуются. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня команда правительства считает, что парламентская форма правления, которую мы получили в 2010 году, не оправдала своих надежд. Немного разберемся в истории. В 2010 году, как вы все знаете, у нас произошла революция, после которой у нас произошли радикальные переменные в форме правления нашим государством. Наше государство стало официально не президентской, а парламентской. То есть это значит, что полномочия у парламента стало больше, президент потерял свои полномочия. И сейчас мы должны проанализировать, эффективно ли было это. И команда правительства сегодня задается вопросами, вот те надежды, которые мы ставили в 2010 году, мы их оправдали или нет, уважаемые дамы и господа? Мы считаем, что мы их не оправдали по двум самым главным причинам. В первую очередь, чего же ждал народ от этой революции, от этих всех реформ? В первую очередь, оно ждало политических и экономических, радикальных реформ, уважаемые дамы и господа. То, как произошло это в Грузии, когда произошла революция, пришел Саакашвили, он смог поменять экономическую структуру государства. И на данный момент Грузия является одной из самых преуспевающих государств постсоветского пространства. Но получили то же самое Кыргызстан? Нет, к сожалению. Почему? Потому что у парламента, у каждого члена парламента на данный момент очень много своих интересов, которые не дают отдельным политикам, исполнительной власти в том числе, особенно премьер-министру, делать эти самые реформы. Хочу привести к тому очень хороший пример. Производство Мурбека Бабанова, оно пришло, в принципе, молодой амбициозный лидер, который был готов на радикальные перемены. Но его убрали в нужный момент. Почему? Потому что очень много заинтересованных лиц в парламенте, которые не хотели этих реформ, уважаемые дамы и господа. И мы считаем, что вот эта самая бюрократия, плюрализм, который мы имеем в избытке, он не дает нам делать эти самые политические и экономические реформы. Вот чего не оправдала эта форма правления. Второе, о чем мы сегодня хотели бы поговорить, о стабильности. Мы все знаем, что до 2010 года нас все время колыхали эти самые митинги, угрозы революции, которые мы в конце концов получили. А потом мы решили, что давайте, будь наша оппозиция будет сидеть в парламенте, она будет говорить свое мнение, и при этом вот этот эффект кипящего чайника его не будет. То есть следующей революции у нас не будет в нашем государстве. Но мы вместо этого получили кардинально другую картину, уважаемые дамы господа. Мы получили такую картину, при которой каждая партия, которая представлена в парламенте, она может, скажем так, лоббировать свои интересы. Она получила больше полномочий лоббировать свои интересы, и на данный момент эти политики, они раскачивают ситуацию внутри Кыргызстана. И что мы на данный момент имеем? Мы имеем абсолютно нестабильную страну, в которую не заинтересован никто вкладывать, особенности инвесторы. И поэтому мы считаем, что именно как раз-таки вот эта стабильность, которую мы ратовали в 2010 году, которую мы ждали, экономические перемены, которых мы ждали, мы их не получили, потому что у нас все нестабильно, у нас день за днем митинги, и каждый депутат, будь у него хоть радикальные идеи или нерадикальные, он может высказать и на завтра же день же поднять бут в нашей стране. И поэтому мы считаем, что парламентская форма правления на данный момент, она не оправдала наших надежд, и мы должны что-то менять в нашей стране. Спасибо большое, я готов к перекрестным вопросам. У меня есть такой вопрос к вам. Какие вы можете дать гарантии того, что к нам не придет тот же самый Акиф или Акаев, и не будет узурпации власти в нашей стране? Я согласен с тем, что узурпация власти, от которой мы убегали, ее на данный момент нет. Но вместо этой узурпации мы получили полнейший бардак, который творится у нас в Христане, уважаемые господа. И мне кажется, что лучше нами правил какой-то тиран, нежели мы жили вот в этом хаосе, нестабильности, когда мы не уверены в том, что будет завтра. Спасибо. И вот у меня есть другой вопрос. Смотрите, не считаете ли вы, что на данный момент, допустим, есть взаимоконтроль между чиновниками, партиями и так далее? Я согласен с тем, что у нас на данный момент тоже, опять же, существует этот юрализм, но он в избытке, понимаете? Очень много сил в нашей политической арене, которые заинтересованы лично в своих интересах. И каждый депутат, один из 120, он может лоббировать свои интересы. И когда интересов уже не 2, не 3, а 120, вот тогда происходит хаос. Спасибо, Геннадий. Все. Спасибо большое за вас вопрос. Уважаемые телезрители, отличная новость. Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adb.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adb.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adb.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adb.org – ваш портал в мир дебатов. А для произведения своей конструктивной речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время 5 минут. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодняшняя тема достаточно очень актуальна для нашей страны, потому что только в нынешнее время мы понимаем, что парламентаризм был адекватным и необходимым шагом 3 года назад. Слушая речь премьер-министра, я понимаю, что он недорассказывал те положительные моменты, которые мы имеем именно от парламентаризма. Вот те надежды, которые не выполнил механизм, так скажем, парламентаризма в нашей стране, вот эти две задачи, о которых говорил уважаемый премьер-министр, то, что должны были быть политические, экономические реформы, то, что должна быть стабильность, это второстепенные задачи, которым ставил парламентаризм. Первостепенные задачи были совершенно иными. Но давайте поговорим для начала о тех аргументах, о которых говорил премьер-министр. Он говорил о том, что политические, экономические реформы, скажем, парламент давит и не выдвигает своих определенных интересов. Да, потому что определенных, например, каких-то законодвижений не происходит, потому что парламент и депутаты конкурируют между собой. Когда когда-то была президентская власть, весь контроль принадлежал одному человеку, была очень сильная узурпация власти. Вспомним Ахаева, вспомним Бакиева, которые всегда продвигали только свои интересы, только интересы своих родных. Сейчас же мы имеем огромное количество людей. Да, может кто-то представляет интересы бизнеса, но есть те люди, которые представляют, например, интересы инвалидов, как Достанбе и Кежев. Есть те люди, которые представляют интересы других определенных прослойок населения. И сейчас мы имеем этот пневморализм. И сейчас мы имеем определенные реформы, которые должны быть. Идемте дальше. Что еще? То, что говорит о том, что нет стабильности. Ну, это действительно смешно. Потому что стабильность, которую хочет достичь уважаемый премьер-министр путем узурпации власти определенного тирана, который не даст жить простым людям, который авторизирует полностью власть и будет контролировать его, это не та цена, которую мы хотим платить за это. Две цели, две задачи, которые ставил парламентаризм, когда мы принимали его. Первое. Это преграда для узурпации власти. Все мы помним итоги данной узурпации. 2004-2005 годы, когда Акаев начинает очень жестко контролировать средства массовой информации, определенные слои, так скажем, прослойки населения в виде бизнеса, культуры и так далее. Происходит жесткая авторизация власти. К власти приходят его родные и близкие. Это первый пример. Второй пример. 2009-2010 год. То же самое событие, например, те же самые примеры повторяет сам Бакиев. Наступает на те же самые грабли. И тогда парламент и новое правительство решают изменить форму управления в нашей стране. Для чего? Для того, чтобы один человек не имел права узурпации данной власти. Чтобы он не переводил это все под свой контроль. Потому что при узурпации власти происходит жесткий контроль со стороны одного человека. Страна превращается из свободного демократического общества в тираническую и авторитарную страну. Когда только одна семья главенствует над всеми, другие не имеют права никаких абсолютно. Это не есть та цена, которую, например, хочет премьер-министр. И мы говорим о том, что данного события не произошло. Почему? Потому что сейчас большая часть власти принадлежит именно парламенту. И это хорошо. Власть не концентрируется в руках одной личности. Власть концентрируется в руках парламента, в руках правительства, в руках президента. То есть существует такой способ и механизм работы, который помогает развитию страны, помогает ее продвижению. Да, сейчас, возможно, определенных каких-то показательных результатов нет, но это будет. Идемте дальше, уважаемые друзья. О чем еще можно было сказать? О том, что произошла региональная представительность. Вспомни, вот когда, например, Акаев был президентом, его все называли северным, и то, что он лоббирует, например, интересы, ну, скажем, северян. Когда был Бакеев, все говорили то, что он, так скажем, южанин, и были недовольны. У нас в Кыргызстане очень сильно развит оригинализм и трейбализм как таковой. И всегда политики пользуются этим, так скажем, ключевым моментом, то, что, например, он южанин, вы северные должны поддерживать нас, потому что мы думаем о вас. И всегда так было. Даже вспомним, как начиналась, например, революция 2010 года. Первые события происходили именно на севере. Например, пикеты и митинги в Нарынской области. Даже сама революция 6 апреля началась не в Бишкеке, а именно в Таласской области, когда начались захватывать государственные административные здания, когда устроили полностью переворот. То есть это показывает то, что региональность очень сильно у нас развита. И то, что вот эта трейбалистическая часть, ее тоже нужно как-то понизить. И благодаря этому, и из-за этой причины мы и пришли к данной системе как форм управления, как парламентаризм. Где есть представительность как с южной части, так с северной части, как с малых представительных групп социальных определенных. И вот эти две задачи, которые были поставлены при принятии данной форм управления, они были приняты. Эти надежды, по крайней мере, оправдались. Благодарю вас. Я готов к перекосным вопросам. Уважаемый Борубик, вот вы знаете, что у нас существует такая болячка, скажем так, у нашего государства под названием МВД, который очень коррупционно и неэффективно делает свою работу. Вот при Саакашвиле, когда пришел к власти, он буквально реформировал это за год, за два, да? Почему у нас этого не происходит? Ну, здесь ответ намного проще, потому что систему создавали не для того, чтобы полностью изменить государство и так далее. Если бы они хотели изменить государство, они бы, например, сделали как Саакашвили. Чтобы изменить данное государство, нужно изменить полностью аппарат людей, которых, так скажем, жили при старой системе, работали при старой системе, потому что они выходцы из старой системы. А Саакашвили поставил совершенно новых людей, и это дал результат. Спасибо большое. Второй вопрос. Вот скажите, у нас существует три ветви власти. Первая – президентская, в которой сидит Алмазбек Атамбаев. Вторая – это парламентская коалиция, в которой была создана партия СДПК, лидером которой является Алмазбек Атамбаев. И третья – это судебная власть, которую тоже избирал Алмазбек Атамбаев. Вы не считаете, что это и есть узурпация власти? Нет, это немножко глупо, потому что даже вспомнил вот эту судебную власть, одну треть только формирует президент, другую треть формирует парламент, и другая треть, она формируется из свободного общества. Спасибо большое. А для произнесения своей конструктивной речи приглашается член правительства. Ваше время четыре минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Я приветствую, уважаемых телезрителей. Сегодня мы говорим на такую актуальную тему, как эта палата считает, что парламентаризм не оправдал своих надежд. Что же сегодня говорил господин Кудаяров? Он говорил, что парламентаризм, по сути, он должен был воплощать определенные вещи. И второстепенные вещи он назвал как экономика и стабильность. Но извините, когда государство начинает процветать? Только когда развивается экономика и когда есть стабильность. Без стабильности и экономики нормальной невозможно говорить о каком-то расцвете государства, о каком-то развитии. И, соответственно, если нет благодатной почвы для развития государства, то тогда государство в любом случае не будет развиваться. Хоть любую систему поставить. И, соответственно, мы говорим то, что нужно в первую очередь обеспечить экономический рост и стабильность. И только тогда мы сможем говорить о развитии государства. Далее, господин Кудаяров говорил, что парламент и депутаты конкурируют между собой и, соответственно, они таким образом приводят к нас к какому-то благу. Но в действительности давайте посмотрим, к чему это приводит. Как мы знаем, в парламенте каждая фракция имеет какие-то министерские кресла. И это приводит к тому, что очень часто меняются фракции определенные в парламенте. И, соответственно, это приводит к тому, что один министр, допустим, решил вести какие-то реформы в определенной отрасли. Через месяц фракция поменялась, этого министра сменили. И, соответственно, реформы никак не могут провестись, потому что постоянно идет ротация кадров. И при парламентаризме это ухудшается в 10 раз. И, соответственно, это приводит к тому, что государство не может ни экономические реформы провести, ни политические. Это никак не помогает нашей стране. И, соответственно, парламентаризм в условиях Кыргызстана, нынешнего Кыргызстана, никак не поможет развитию нашей страны. Далее говорилось то, что вот Акаев и Бакиев, они продвигали свои интересы. И, соответственно, народ страдал, все было плохо. Но давайте посмотрим, что сейчас происходит. Даже тот же самый инцидент с Назик Чудоновой. Это говорит о том, что вместо одной семьи появилось 120 семей, которые будут вредить нашему государству. Далее говорилось то, что нет стабильности в нашем государстве. Что когда вот существует один человек, то, соответственно, все начинают бунтовать. И нет стабильности в нашем государстве. Но давайте посмотрим, по сути, к чему привело то, что мы пришли к парламентаризму. Никто ни за что не отвечает. И, соответственно, когда нет ответственного человека за определенные реформы или за определенные действия, то тогда это ведет к безответственности, которая приводит к разрушению нашей экономики, к разрушению нашего государства. Потому что, если раньше был какой-то президент, человек, ответственный, да, за все, что происходит в государстве, то сейчас партия сменилась, партия ушла в другое место, партия ушла в другую фракцию. И, соответственно, она уже не ответственна за то, что происходит в стране. Далее. Говорилось то, что тирания, по сути, она... Господин Кудайаров говорил то, что вот придет тирания, и, соответственно, мы не будем развиваться. Но в данном случае мы говорим то, что не надо нам тирании, не надо с одной крайности уходить в другую крайность. Мы хотим только стабильности. И, соответственно, для стабильности нужен тот человек, который возьмет на себя ответственность за определенные реформы. Как это было, допустим, в Германии. До того, как Бисмарк ввел свои реформы в Германии, Германия была расчленованным государством, в котором существовало очень много регионов, которые между собой конкурировали и имели какие-то клановые интересы. Но когда пришел Отто фон Бисмарк, он взял на себя всю ответственность и, соответственно, воплотил реформы в Германии, которые привели к рассвету этого государства, которые мы сейчас видим как крупного игрока на международной арене. И, соответственно, в данном случае мы видим, что Кыргызстану нужны личности, а парламентская система, она не дает этим личностям выйти и реформировать наше государство. Далее. Говорилось про региональные представительства. Это очень интересная мысль. Но в действительности к чему привел вот этот самый регионализм? Привел к тому, что инструменты парламентаризма не работают в Христане. К примеру, допустим, существует какая-то партия. На нее появилось очень много компромата. Если бы это было в Британии, Тони Блейер, он, получается, воевал в Ираке, и он закомпрометировал себя. И, соответственно, его выгнали с премьерской должности. Но что же происходит у нас? Какая-нибудь партия себя закомпрометировала, но в дальнейшем она остается в парламенте, потому что существует село, которое будет поддерживать эту партию. Существует регион, который будет в любом случае поддерживать эту партию. И, соответственно, механизмы парламентаризма, механизмы смены и ротации партии не работают в Христане. Именно в наших условиях. Далее. Говорилось то, что опять приведет к определенной революции вот эта ситуация, если появится один лидер, который возьмет на себя ответственность. Но в данном случае надо говорить, что люди выходили на улицу не потому, что СМИ кто-то захватил, не потому, что им не давали говорить, а революции происходят именно на голодный желудок. Если вот эта самая парламентская система приведет к появлению кучи этих голодных желудков, людей, которые не удовлетворены своим нынешним положением, они опять же сделают эту самую революцию. И, соответственно, в данном случае говорить о том, что только президентская власть или президентская форма правления виновата во всех этих революциях, это неправильно. И таким образом моя речь заканчивается. Спасибо большое за внимание. Для произведения своих наступивной речи приглашается член оппозиции. Уже время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствую. Добрый день, дорогие телезрители и присутствующие здесь люди. Я представляю сегодня члена оппозиции. И наша фракция рада за то, что именно парламентская форма правления оправдала наши ожидания, наши надежды. И, как мы говорили, самая главная почва того, что нам нужна была эта форма правления, является то, что на тот момент, в 2010 году, нам нужна была стабильность. Мы боялись за то, что наши дети и наши родственники могут умереть из-за этих революций. Второе, то, что мы хотели искоренить, это была узурпация власти. Мы поговорили на этом один раз, второй раз. И чтобы этого не допустить, мы шли к тому, чтобы прийти к этой форме власти, к парламентской форме власти. Смотрите, что мне хотелось бы сказать. О чем сейчас нам говорят? Нам говорят о том, что на данный момент у нас нет стабильности. Разве это так? Вот именно, что это краски не так. Если и будет сейчас, допустим, придет такой тиран, тогда и будет нестабильность, тогда и не будет развития. А так как у нас сейчас, на данный момент, есть стабильность, мы потихоньку и развиваемся, понимаете? Мы развиваемся на примере таких стран, как Турция, таких стран, как Индия. И это все нам дает какие-то преимущества. То есть мы идем по проложенному пути других стран, которые уже развились. Так Турция в течение 25 лет, с 90-х годов по нынешнее время развила свою экономику почти в два раза. Понимаете? Вот в этом есть плюсы. Нам говорят о том, что есть ротация фракции и что это приводит к тому, что реформы не проводятся. Уважаемые телезрители, давайте подумаем. Нужны ли нам многотысячные реформы, которые делали во время Бакиева и до нынешней формы правления? Вот именно что они нужны. Потому что сейчас, на данный момент, если принимается какое-то решение, оно рассматривается со всех сторон. Потому что, как мы и говорили, у нас есть разные-разные-разные представители разных социальных групп в парламенте. Смотрите, как это делится. Так как у нас есть гендерная равенство, у нас очень много женщин в парламенте, которые защищают права женщин. Понимаете? Второе, и мужчины тоже есть, они защищают права мужчин. Второе, это по возрастному цензу. Есть молодые, которые говорят о том, что нужно молодым. Понимаете? Примерно, недавно вышла реформа о повышении стипендии студентам. Понимаете? Разве это не хорошо? То есть, такие же, как и я, люди, сидящие в парламенте, молодые, они сказали, что нужно поднять стипендию. Если, допустим, с 2005 года, по нынешнее время, стипенция составляла 250 сомов, ну, вы представляете, даже на дорогу не хватает. Мне приходилось брать деньги у родителей и ехать в свой медицинский университет. Но теперь у меня есть 800 сомов, которые я могу использовать и на еду, и на дорогу. Разве это не есть хорошо? Скажите мне, пожалуйста. Так, смотрите. Помимо молодых, там есть и взрослое поколение, и есть поколение старшее, да, то есть свыше 50 лет, ну, который защищает права более старшего поколения. А также есть достанки ниша, которые защищают права инвалидов, да, он помогает им. Есть представители от воинов-афганцев, которые защищают права афганцев, понимаете? При этом есть также национальные меньшинства, да, там есть уйгуры, есть узбеки, есть русские, которые защищают права своих национальных меньшинств, понимаете? Это тоже хорошо. Так, насчет регионального. Нам сказали, что регионального представительства у нас нет. Почему нет? Скажите, допустим, было такое, на выборах Атаджурд набрал больше голосов где? На юге. То есть они принадлежат больше к югу, и они защищают права южного населения, понимаете? Допустим, Атамикен и СДПК, например, они защищали северный. То есть у нас есть такой представитель, который помогает своим социальным группам, да, и регионам развиваться. Вот о чем мы сегодня и говорим. Так, что хотелось бы затронуть еще. Насчет того, что у нас есть взаимоконтроль, мне сегодня ничего не ответили. Смотрите, о чем мы говорим. Допустим, я являюсь каким-то чиновником. И, допустим, уважаемый суд, вы являетесь чиновниками. И вы будете контролировать, чтобы я не воровал деньги. Потому что вы, как нормальные чиновники, будете думать о народе. И будете думать о том, чтобы сделать так, чтобы ваши коллеги не воровали больше денег, понимаете? Об этом мы сегодня и говорим. Потом мы говорили о контроле СМИ, да, нам сказали о том, что главное не контроль СМИ, а голодные желудки. А вот именно что не так, понимаете? Сейчас вопрос решается внутри парламента. Внутри парламента представители говорят, что вот, 30 секунд, пожалуйста, о решении речи, о том, что вот их социальной группе не хватает чего-то, да, и они это решают. Но, смотрите, в 2008 году уровень свободы слова у нас был на 134 месте. На данный момент, в 2012 году было выявлено, что наша свобода слова находится на 108 месте. При этом можно даже сказать, что это отличный рывок, понимаете? И теперь мы можем говорить через СМИ, через четвертую форму власти, понимаете? Давить на власть. И при этом все вопросы решаются внутри парламента. И на данный момент у нас вышли те надежды, которые мы ожидали. Это как раз-таки преграда узурпации и как раз-таки, сейчас, и то, что у нас региональный представитель, который защищает права других людей и своих односельчан. Спасибо. У меня на этом все. А теперь настало время для вопросов о свободных парламентариях. Зрители нашей телестудии. Диана Кунышбаева, у меня вопрос к господину Полетаеву. Как вы знаете, страна должна быть готова к плюрализму мнений. Не считаете ли вы, что в условиях экономического упадка и вообще регрессии системы инфраструктуры в нашей стране плюрализм мнений в парламенте, который мешает принятию решений, является слишком дорогой ценой и роскошью для Кыргызстана? Спасибо. Я понял ваш вопрос. Посмотрите. Но зачем мы хоть из крайности в крайность? Если мы, допустим, не будем сейчас развиваться нынешним путем, мы придем к тому, что будут кипящие чайники, и опять же придет к революциям, которые обратно придут к упадку. А наша экономика сейчас развивается. Почему я хотел сказать вам о Турции? Турция и Россия на данный момент помогают нам подниматься с парламентской формой правления. Премьер-министр Турции Эрдуан приезжал и говорил о том, что он поможет нашей экономике. И будут огромные вливания в наш бизнес, в наш строительный бизнес и в нашу энергетику. Я уже считаю, что это огромный плюс. Спасибо. Сыдыков Эльдар, школьник 70-й школы. У меня вопрос к палате оппозиции. Не думаете ли вы то, что в парламенте различные партии борются больше за влияние, нежели для решения проблем каких-то? Нет, я так не считаю. Потому что, знаете, если что-то не понравится народу, они мигом уйдут. О чем говорила палата правительства, что ротация очень большая. И чтобы сохранить свое место, они все делают так, чтобы народу было хорошо. Понимаете? Понимаю. Благодарю вас всех за ваши вопросы. Спасибо. Спасибо за предоставленные вопросы. Настало время аналитических речей. И для произнесения своей аналитической речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время три минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. В действительности ожидалось то, что игра пройдет немножко в другом варианте. Потому что вместо того, чтобы показать неоправданность тех надежд, которые, например, правительство и народ ставил в 2010 году, наши уважаемые оппоненты начали сравнивать, так скажем, парламентскую форму правления и президентскую форму правления. То, что, например, при президентской форме правления, когда определенная личность авторизует себя, узурпирует власть, тогда мы будем жить лучше. Но это, по крайней мере, глупо, потому что мы понимаем этот опыт. Мы понимаем тот опыт, который мы имеем от предыдущих двух президентов, и мы не хотим к этому возвращаться. Мы должны были сегодня говорить именно о том, что те результаты, которые ставили, например, парламентская форма правления со стороны правительства, они не оправдались. Но, по сути, они не показали тех истинных доводов, которые у нас, например, есть. Потому что происходят вот эти те же самые, например, политические и экономические реформы. Да, но они происходят не тем путем, не тем радикальным путем, которым, например, хотелось большинству народов. Они происходят очень медленно. И это и есть хорошо. Тот механизм плюрализма, который существует, он помогает этому развитию. И вот даже вот эти, так скажем, надежды, они оправдываются. И я полностью согласен с тем свободным парламентарем, который выступил в защите, и сказал то, что судить о том, что состоялись ли те надежды... Ну, как сказать, сам механизм парламентаризма у нас за эти три года судить очень рано. Но если рассуждать именно о тех основных двух задачах, которые ставило, например, временное правительство, обещая перед народом, то, что не состоится следующий, например, государственный переворот, не состоится революция, которая пронесет огромное количество жертв и потерь со стороны, например, самого общества. И из-за этого они приняли именно эту парламентскую форму правления. Потому что парламентская форма правления не позволяет одному человеку или же определенному кругу лиц узурпировать власть, контролировать его только в своих руках. Да, мы понимаем то, что политики, например, продвигают свои определенные интересы, но при этом они производят самоконтроль между собой. Они не позволяют друг другу делать так, чтобы их родные занимали очень важные и очень ключевые места в правительстве. Так и происходит, например, когда родственники Бакиева заняли практически все ключевые места до 2010 года. И это привело, скажем, к государственному перевороту. Идемте дальше. Еще тот момент, что представительство именно определенных групп интересов и представительство региональности. Вот этот конфликт между, так скажем, северянами и южанами, он существует издревле. И их представительство раньше осуществлялось, например, одним президентом, который был выходцем из юга, или же, например, выходцем из севера. Он практически исчерпан, потому что есть представительство, так скажем, на высокой должности стороны как южан, так и северян. Также есть представительство, так скажем, из других определенных классов общества. И почему-то уважаемое правительство только зациклилось на бизнесменах, то, что только они там сидят и так далее, они лоббируют свои интересы. Ну, они представляют свои, да, интересы рабочего класса, интересы тех трудящихся, которые там находятся. Но при этом существуют другие представители класса, о которых говорил мой уважаемый коллега. Разве это плохо? Наоборот, это намного лучше, потому что между ними хоть и происходит конфликт, но этот конфликт решается внутри парламента. И этот конфликт обосновывается. Вот почему надежды, которые ставились на парламентаризм, оправдались, и они будут оправдываться в дальнейшем. Благодарю вас, и на этом я заканчиваю. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Ваше время 4 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Перемен требуют наши сердца, головы, а в особенности наши желудки, уважаемые господа. Получили мы эти перемены? Нет. Почему? Потому что сегодня наша оппозиция строит из себя чиновников, которые правят у нас в стране, и говорят, у нас все будет, у нас все будет впереди. И, подождите немного, прошло лишь 3 года, все перемены будут впереди. Но, уважаемые дамы и господа, почему у Саакашвили получилось, а у нас не получается? Потому что у нас очень много барьеров, через которые наши личности не могут пройти. И сегодня команда правительства вам смогла доказать, что парламентская форма правления, она не оправдала наших главных надежд. В первую очередь мы хотели экономических, политических реформ. Получили мы их, мы их не получили. Потому что в парламенте сидят очень много депутатов, бизнесменов, у которых есть свои интересы, которые не дают лоббировать адекватные, хорошие перемены. И у нас слишком много болтовни и мало дел, уважаемые господа. Второе, о чем мы сегодня говорили, мы говорили о том, что мы хотели стабильности. Народ, бизнесмены хотели элементарной стабильности в нашем государстве. Мы думали, что если оппозиция придет в парламент, она будет говорить, и она не будет выходить на митинги. Происходит ли это? Нет, этого не происходит. Оппозиция также выходит на митинги, также старается захватить власть. И у нас хаос и полная нестабильность, которую не устраивает никого, ни народ, ни наших бизнесменов, ни инвесторов, уважаемые господа. Также мы сегодня говорили о том, что вот наша оппозиция говорила об узурпации власти, что оказывается у нас сейчас узурпации власти не существует. Но при этом мы с этим согласились. Мы согласились с тем, что на данный момент никто никого не узурпировал. Но в то же время мы говорили о том, что никто не несет ответственности за то, что происходит в нашем государстве. Чувство ответственности, оно потеряно. 120 депутатов сидят у себя в парламенте и думают, что ответственен его сосед, а не он сам. И поэтому вот эта нестабильность и происходит, дамы и господа. Также мы говорили о том, что вот про оригинальное представительство. Мы настаиваем на том, что депутаты наши, это не представители Баткена и Таласта. Наши депутаты это представители больших корпораций, Это представители большого бизнеса, которые сидят там и лоббируют свои интересы. Адастан Бекешев – это исключение из 120 депутатов, уважаемые господа. Также мы хотим, завершая свою речь, я хочу сказать, что сегодня Крыгстану требуются личности. И поэтому сегодня команда оппозиции урадует за то, чтобы парламентская форма правления намодернизировалась и принесла нам новых личностей, новых героев, которые бы смогли сделать реформы. Спасибо большое. Спасибо большое за игру. Поздравляю вас с новым сезоном. Желаю вам удачи в этом сезоне. Сегодняшняя наша тема, она очень актуальна для нас, для Крыгызстана, так как мы все равно на пути еще поиска лучшей формы правления. И мне было очень отрадно, что вы сегодня обсуждали, что именно лучше для нас. Я согласна с аудиторией и согласна с тем, что время – это хороший показатель. К сожалению, три года – это еще недостаточно для того, чтобы мы говорили, что парламентская форма правления, она совсем изжила себя. И очень важно понимать, что форма правления – это всего лишь инструмент достижения какой-либо цели. В данном случае у каждой формы правления есть свои плюсы и минусы, что у президентской, что у парламентской. Очень важно понимать, что важно для Кыргызстана. Сегодня есть другие еще проблемы, которые могут быть рассмотрены в данной теме. Мы должны были немножечко поговорить о политических партиях, насколько они сильные, насколько они готовы к парламентской форме правления. Я согласна с тем, что иногда плюрализм мнений бывает немножечко больше, чем достаточно его. И поэтому это влияет на принятие решений. Но вопрос, кто несет ответственность, это тоже немножечко некорректно. И потому что президент, даже во время президентской формы правления, не несет лично, единолично ответственность за решение. То есть здесь есть немножечко другие аспекты. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adb.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adb.org Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adb.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adb.org Ваш портал в мир дебатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хочу отметить, что обе команды отметили такие преимущества и недостатки этих двух форм. В первую очередь хочу отметить то, что правительство, они отмечали то, что оппозиция и вот такие все митинги ведут к тому, что идет сейчас нестабильность. Но хочу бы сказать, что вот эти все митинги, выступления, они, как говорится, индикатор общества, индикатор деятельности, индикатор оценки деятельности властей. Также есть у президентского форума управления очень хорошее преимущество. Это президент может кардинально и решительно принимать решения в чрезвычайных ситуациях, как Рузвельт в свое время принимал решения во время Великой депрессии. А вы же не можете же представить, что парламент будет в таких обстоятельствах, как мы сегодня видим, принимать такие решения, 120 человек не будет обсуждать. Также хочу отметить, что у нас в стране должны происходить революции не на улицах, а в голове у нас. И чтобы эти все столкновения между партиями, между парламентариями, должны происходить именно в парламенте, а не на улицах. Вот тогда будет у нас цивилизованная, успешная и развитая страна. Спасибо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И говорить о том, что это второстепенная вещь, на самом деле было немного нелогично, потому что каждая проблема должна решаться в свое время. И говорить о том, что, например, стабильность это второстепенно, немного второстепеннее, чем та же самая проблема ответственности. То есть это немного неправильно, мне кажется. И поэтому я думаю, что команда исправит вот такие мелкие недочеты, и все будет хорошо. Спасибо. Продолжайте дебатировать. Продолжайте. Продолжайте. Продолжайте.